Киев, Днепр, Херсон, Кропивницкий, Сумская и Николаевская области. 3 мая российская армия попыталась накрыть Украину иранскими шахедами и авиабомбами с истребителей. Но атака получилась хаотичной и с военной точки зрения бесполезной. Позже россияне привычно подключили артиллерию, убили мирных людей. Эти жертвы Москва никогда не считает. Но с какой-то целью российская Минобороны все-таки же расходуют дорогостоящие снаряды, ракеты, дроны. Разбираемся в этом видео. Херсон, 3 мая, 11 часов. В завтрашней сводке российская Минобороны назовет это ударом по центру принятия решений. Но разрушили они единственный работавший в городе строительный гипермаркет. Погибли продавцы и посетители магазина. Через три часа россияне ударили по железнодорожному вокзалу. Офис генпрокурора сообщает уже о 16 погибших на Херсонщине. 22 человека с тяжелыми ранениями в больнице. Днепр. Над городом украинское ПВО за ночь сбило 7 шахедов. Но один все-таки попал в админздание. Пожар локализован. В Николаевской области беспилотник разрушил один сельский частный дом. В Кропивницком на Кировоградщине три беспилотника атаковали нефтебазу. По Киеву россияне бьют дронами за последние шесть дней уже в третий раз. Всего в ночь со 2 на 3 мая над Украиной сбиты 21 БПЛА из 26 запущенных. Ее предпущеність, що вони хочуть таким чином розвідати, де знаходяться наші патриоти, навітні зенітно-ракетні комплекси. Але наше керівництво військово-повітряних сил та безпосередньо протиоповітряна оборона спростовує цю інформацію. Каже, що навряд чи їм це потрібно, бо ці комплекси в нас переміщуються, вони не стоять на місці. Що, скоріше за все, відбувалося, вони хотіли промацити щільність нашої протиоповітряної оборони. Не місце розташування, а саме щільність, бо вони знають, що ми постійно отримуємо додатковий засоби протиоповітряної оборони від наших партнерів. І вони хочуть подивитися, наскільки ми здатні відбувати їхні повітряні атаки. По данным командования воздушними силами, противник в этот раз атакувал Україну із Брянської області і з восточного побережжя Азовського моря. Але де зараз росіянин розположили главну базу с іранськими беспилотниками, сказати складно. Я думаю, що схоронять ці дрон далеко. Думаю, де-то, можливо, в Архангельскі, на Каспийське море. Тому що там по морю, і ці беспилотники з Ірана привозять їх на баржах, на кораблях в Російську Федерію. Возможно, де-то там і хранять, асортирують в мелкі бази, в мелкі пункти хранення. Ми ж не знаємо, який крюк і делают. Вони ж можуть не летіти з точки А в точку Б. Вони ж можуть летіти з точки А, Б, Ц, Д, Е, там делать какую-то параболу, какое-то полукольцо. Для того, щоб запутати нашу систему ПВО і не дати можливості нашим разведчикам виявити, де ж все-таки запускається, з-за какого забора, з-за какого склада. Досталось в последні сутки із Умщини. В приграничних з Росії районах только за эти 24 часа зафиксировано 110 прилетів. Есть разрушення. Двумя авиабомбами прицельно уничтожен один із объєктов распределительних електросетей. Без света осталось більше 4 тисяч абонентів. Возможно, искали что-то. Возможно, по позициям били. Возможно, по размещению наших военных. Возможно, по складам. Ми ж не знаємо, куда попали на самом-то деле. Склады с топливом, с техникой, которая приходит. Они ж пытаются это все вычислить. И вот все их удары сейчас направлены, в первую очередь, на то, щоб сорвати наше контрнаступление. В этих попытках сорвать украинское контрнаступление и прощупать плотность ПВО, Москва атаки дронами и ракетами подкрепляет еще и информационными спецоперациями. Следим, что называется, за руками. Удары по Херсону 3 мая зафиксированы в 11 и 14 часов. И надо же, в 14.34 госагентство ТАСС публикует новость о нападении украинских дронов на одну из башен Кремля. Позже появится и видео. Но если, как утверждают РосСМИ, случилось все около трех часов ночи, то почему же не выложить информацию хотя бы утром, чтобы громко заявить, как нехорошие украинские БПЛА долетели до самой Москвы? Но нет. Сообщение появилось ровно после того, как стало известно об убийстве российскими снарядами мирных жителей. Возможно, конечно, что эту ИПСО в Кремле готовили и без привязки к атакам 3 мая. Но как-то удивительно все совпало. И фокус внимания в мировой прессе с российских преступлений явно сместился. По крайней мере, на несколько часов. А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Дежурный по Донбассу», чтобы первыми узнавать о событиях на востоке Украины. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!